АЛЬХАМДУЛИЛЛАХ ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМУ АЛЯ РАСУЛИЛЛАХ ВААЛЯ АЛИХИ ВААСХАБИХИ ВАМАН ТАБИАХМ БИАХСАНИН ИЛЯ ЯВМИ ДДИН Сегодня, иншаллах, би-изни ллах, ва-би-ау-ни ллах Рассмотрим дополнение к пункту Что такое салифия со стороны шариата А именно, дополнением являются слова шейха Аль-Альбани Удающегося ученого, имама своего времени Которому был задан вопрос Чтобы он разъяснил Что такое салифия И кто является салифами То есть праведными пришественниками И это дополнение, иншаллах, очень важно Из-за важности, иншаллах, рассмотрим Которое раскрывает Более широко Рассмотрев, которое, иншаллах, станет более яснее Что является Что такое салифия И Кто Кто есть праведные пришественники Ас-салифу-салих Бисмилля Ас-сайль Спрашивающий То есть тот, кто спрашивал шейха Альбани Рахима Аллах БАЙД У АКВА БАЙД У АКВА ЛЕВЛЯ АЛЛЖАЛИСИНА ИСМАУН АНИ ДААВАТИ ССАЛАФИЯ СМААН ВЫЙКРОУНА МАЙУКАТАБУ АНХА МАЙУКАТАБУ АНХА Минкиб了 КСУМИХА ЛА Минкиб了 АТБААЙИХА ВДУААТИХА некоторые братья которые сидят то есть имеется ввиду они сидели когда был этот вопрос задан то есть вот эти братья то есть слушают или слышат о салафитском призыве и читают то что написано о ней со стороны ее противников то есть со стороны противников салафитского призыва а не со стороны ее последователей и не со стороны тех кто призывает к ней то есть к сарафитском призыву «Фалمرджу من فضلتكم وأنتم من علماء السلفية для звaur skies» Шарح также подговорит физon ge cousin subconscious universe Мне нужно об playoffs и backgrounds в то время как вы являетесь из ученых салифийского призыва и из тех кто призывает к ней просим от вас разъяснение положение ас-салифи то есть положение салифийского призыва среди исламских джемаатов сегодня И Шейх Альбани Рахима Аллаху Та'ала дальше отвечает, то есть отвечает на этот вопрос. Я отвечал на подобный вопрос не раз, но обязательно. Надо ответить, так как вопрос был задан. И я говорю, то есть скажу слова истины. Скажу слова истины. Всякий мусульманин, которому станет ясно истинная сущность, то есть истинная сущность Салифии, не сможет спорить по поводу нее. То есть не сможет спорить, что там следует, не следует и так далее. Имеет в виду Шейх Альбани Рахима Аллаху. Всякий мусульманин, который знает истинную сущность Салифии, он последует за ней. Потому что Салифия это истина. Прежде этого, то есть имеет в виду Шейх Альбани Рахима Аллаху. Хочу сказать. Салифийский призыв это отношение или приписывание к чему? То есть Шейх Альбани задает вопрос. То есть Салифия, салифийский призыв, приписывание или отношение к Салиф, то есть к пришественникам. То есть имеется в виду праведным пришественникам. То есть Салифия у нас приписывание к праведным пришественникам. Следовательно, обязательно, чтобы мы знали, кто такие праведные пришественники, когда ученые применяют слово Салиф. То есть мы должны знать обязательно, что имеется в виду под словом Салиф, когда ученые применяют слово Салиф. И следовательно, будет понятно это приписывание. Далее, Шейх Альбани Рахима Аллаху говорит. Салифия. 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 Праведные пришественники. Они те, которые жили в первых трех поколениях. Имеют в виду Ас-Сахаба, соподвижников, потом Табиинов и Таби-Табиинов. Аль-Ладзина шахида ляхум Расулу Аллахи саллаллаху алейхи вассалям бельхайрия. В отношении которых засвидетельствовал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям добром, благом. То есть, то, что они на благе, на добре. В достоверном хадисе Аль-Мутаватир, который передается многочисленными путями, Аль-Мухарраджи фиссахихейни вагайрихима, который выведен или который приведен в дух достоверных источников. Имеется в виду Сахи Бухари и Сахих Муслим. Вагайрихима. И в других источниках по хадисам. Анджамаатин минас сахаба от нескольких соподвижников. Аниннаби саллаллаху алейхи вассалям аннаху коль. От пророка саллаллаху алейхи вассалям аннаху коль. То, что он сказал. Самые лучшие люди мой век. Затем те, которые идут после. А затем те, которые идут после. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям назвал три века. А это век, в котором он жил. А это соподвижники пророка саллаллаху алейхи вассалям. То есть пророк и его соподвижники. Затем табиины. И затем таби-табиины. Эти три поколения. В отношении которых посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям засвидетельствовал благом. То есть то, что они на благе. То есть саллафия относится к этим праведным предшественникам. И саллафи-ты относятся к этим праведным предшественникам. И за араф на ма'на саллафи. Вассаллафия-ти хинаидин акулю амрайни-хнайни. Если мы узнали смысл ассаллаф, то есть смысл праведных предшественников. То есть имеется в виду, кто они такие, кто являются праведными предшественниками. Вассаллафия. И также если мы узнали, что такое саллафия. Хинаидин акулю амрайни-хнайни. Тогда я скажу две вещи. Аль-амру-ал-авваль. То есть первая вещь. Это приписывание, то есть приписывание саллафии к праведным предшественникам. Не является приписыванием к какому-то человеку, к какой-то личности или к нескольким личностям. Как приписывание других джамаатов, существующих сегодня на исламской земле. Это приписывание не является приписыванием к какой-либо личности. И также не является приписыванием к десяткам личностей. То есть она никому и ничему не приписывается. Наоборот, это приписывание, то есть приписывание саллафии. Это приписывание к исма, то есть к непогрешимости. То есть если тот, кто будет приписываться и относить себя к саллафии и относить себя к праведным предшественникам, он будет на истине. Вот что имеет в виду шейх Альбани. Потому что праведные предшественники, невозможно, чтобы они сошлись на заблуждении. То есть невозможно, чтобы они были на заблуждении. Почему? Потому что праведные предшественники придерживались истины. Потому что саллафия есть истина. А придерживаться истины, это значит быть далеким от заблуждений, быть непричастным к заблуждениям. В отличие от этого Альхаллаф, то есть позднее поколение, которые пришли после праведных предшественников. Фальхаллаф, то есть те поколения, которые пришли после праведных предшественников, то есть после этих трех поколений. Не пришло в шариате похвала на них. Наоборот, пришло порицание в отношении многих, большинства из них. А это, то есть это указание, Пришло в конце хадиса, предыдущего хадиса, Именно хадис, в котором пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, сказал То есть самые лучшие люди, это мой век, Затем те, которые пришли после, А затем те, которые идут после. И вот после этого пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, сказал Где он, то есть посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи вассалям, сказал Затем, после них, то есть после этих трех поколений, придут люди, которые свидетельствуют, в то время как их не просят свидетельствовать. То есть имеется ввиду, что они халатно относятся к свидетельствам. И до конца хадиса Как указал на это, то есть на то, что большинство, большинство тех поколений, которые пришли после праведных предшественников, В отношении них пришло порицание, а в отношении, то есть в отношении них пришло порицание. Камашар, алейхи саллилаллаху алейхи вассалям, и ля далека фи хадисин ахар Как указал на это, как указал он на это, то есть посланник Аллаха, саллилаллаху алейхи вассалям, фи хадисин ахар То есть в другом хадисе, то есть пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, в другом хадисе тоже указал на то, что Но в отношении большинства тех поколений, которые пришли после праведных предшественников, в отношении большинства них пришло порицание в шариате. В этом хадисе, то есть в другом хадисе, в котором пророк, который сейчас приведет в шейх Альбани, в этом хадисе, то есть похвала на группу из мусульман. А то ифа, как мы знаем, это джамаа калиля, как это придет, иншаллах, в объяснении шейх Альбани. Так в этом хадисе пришло похвала, то есть хадис, который сейчас придет, иншаллах. В нем похвала на малочисленную группу из мусульман. И порицание на большинства из них в соответствии с пониманием, с противоположным пониманием хадиса. Где сказал посланник Аллаха, Всегда будет в моей уме малочисленная группа, которая будет явно стоять на истине. То есть явно и открыто будет она придерживаться истины. Не навредит им те, кто будет противоречить им, и те, кто оставит их без помощи. До тех пор, пока не придет повеление Аллаха. Или до тех пор, пока не наступит судный день. И там продолжение хадиса, и они будут на этом. То есть в этом хадисе пророк, сад Аллаху, похвалил малочисленную группу. И в соответствии с противоположным смыслом, значит, порицание идет на большинство. То есть на большинство тех поколений, которые пришли после праведных предшественников. И дальше хадис, в нем похвала на малочисленную группу. То есть в конце времен. То есть это имеется в виду, что пророк, саллиллаху, в этом хадисе, имел в виду тех, которые пришли после праведных предшественников. Вот те поколения, которые пришли после праведных предшественников, в них, вот этих поколениях, малочисленная группа, она будет придерживаться истины. А большинство будет на заблуждении. То есть в соответствии с этим хадисом. Вот что имеет в виду шейх Аль-Мари. И тоифа, слово тоифа, пришло же в хадисе, ля-тазали, тоифа-тун-минумати. Вот это слово тоифа, она малочисленная группа. И она, то есть слово тоифа, фельнуга, в арабском языке, применяется на один, то есть на одного человека и то, что выше. И она, в своем смысле, как шейх Аль-Мари говорит, что тоифа имеется в виду малочисленная группа. Аль-Мари. Аль-Мари. И таким образом, если мы узнали этот смысл в отношении с салафии, И то, что они есть непогрешимость, то есть имеется в виду, И то, что они являются непогрешимостью, в том, что если мусульманин будет придерживаться того, на чем были эти праведные пришественники, то есть имеется в виду, то, на чем были праведные пришественники, это и есть непогрешимость. То есть если мусульманин будет придерживаться того, на чем были праведные пришественники, если он будет придерживаться этого, он будет придерживаться истины, и тем самым он будет придерживаться непогрешимости и защищенности, защищенности от заблуждений, потому что он придерживается истины. То есть, если вот это все мы поняли Поняли то, что саляфи – это приписывание к праведным пришественникам Поняли то, что саляфи относится к... То есть, саляфи – это то, на чем были праведные пришественники И также поняли то, что если мусульманин будет придерживаться саляфи, он будет придерживаться истины То есть, если вот это мы все поняли Тогда приходит вторая вещь Я стахилу алейхи илля аньякуна саляфиян Тогда приходит вторая вещь Аль-Лази ашарту алейхи анифан На которую я указал только что Аля ва хуа – а это То, что всякий мусульманин, который знает и узнал Тогда, то есть, когда шейх Аль-Бани разъяснил Что такое саляфи, к чему приписывается И кто такие ас-саляфусоли И то, что если кто придерживается того, на чем были праведные пришественники Он будет придерживаться истины Вот после всего этого То есть, он узнал, что является Приписыванием К праведным пришественникам И к чему приводит она Из-за непогрешимости, защищенности То есть, приводит к истине То есть, имеет в виду шейх Аль-Бани То, что каждый мусульманин, который узнал все эти вещи Узнал то, что Вот это приписывание Приписывание себя к саляфии Она приводит его к истине И то, что он будет приезживаться истины Невозможно Дальше шейх Аль-Бани говорит Невозможно То есть, после этого знания И после этого разъяснения Невозможно Чтобы он Я, говорит, не говорю Шейх Аль-Бани говорит Я не говорю, чтобы он отказался Это, говорит, естественная Очевидная вещь То есть, что он не откажется То есть, невозможно Ничего Кроме как То, что он Должен быть саляфитом То есть, имеют ведущие Аль-Бани Каждый мусульманин Который узнал смысл саляфии И то, что она Вот это саляфия Это приписывание К И Приписывание И отношение К праведным пришественникам К тому, на чем были Праведные пришественники Всякий мусульманин Который узнал Что саляфия Это То, на чем были Праведные пришественники И если он будет Придерживаться Того, на чем были Праведные пришественники Он будет Придерживаться Истинный И если вот это Мусульманин узнал То невозможно Невозможно Чтобы он не был Саляфином Говорящих Аль-Бани То есть, тот Кто искренен Правдив Он Стремится к Аллаху Субхану Аталия Проявляет Богобоязненность Он после этого Знания И после этого Разъяснения Он что Обязательно Станет Саляфитом И обязательно Себя будет Приписывать К Саляфии Вот что Имеет ввиду Шейх Аль-Бани Рахима Ли анна Нафахимна Анна Анна Линтисаба Илссаляфия Яани Алинтисаба Илссма Потому что Мы поняли Потому что Мы поняли То, что Приписывать То есть Приписывать Себя К Саляфии Это Приписывать Себя К Непогрешимости К защите От заблуждений То есть Приписывать Себя К истине И быть На истине Откуда мы взяли Эту Непогрешимость И Эту Защиту И то, что Придерживается Саляфии Это Придерживается Истины Откуда мы Это взяли Нахну Некоторые Некоторые Из поздних Бима И То есть Пользуется Им Как доказательство На то, что Приводит Приводит Большинство Маджа И другие И Хадис Достоверен Из-за Множества Путей Дальше Шех Альбани Говорит Не сойдется Моя Умма На заблуждении Дальше Шех Альбани Говорит Неправильно Применять То есть Этот Хадис На Позднее Поколение Мусульман То есть Те, которые Пришли После Праведных Пришественников Не Нет Неправильно Применять Этот Хадис На Поколение На Сегодняшнее Поколение Мусульман Соответствии С тем Что Среди Них Разногласия В основах Разногласия В основах То есть Этот Хадис Неправильно Применять На Сегодняшнее Поколение Мусульман Так как У них Разногласия В основах Дальше Шех Альбани Говорит То есть Не сойдется Моя Умма На Заблуждении Невозможно Применять То есть Эти Слова Этот Хадис Пророка Салям На Реальность Сегодняшних Мусульман Ва Газа Амрун Я Ариф Газа Газа Ли Газа Ли Газа Ли Газа И Это Знает Каждый Кто Изучал Эту Реальность Неприятную То есть Каждый Знает Сегодняшнюю Реальность Мусульман То что Они Субхан Аллах Очень сильно Разногласия Разногласия В основах Разногласия В основах И Дальше Шех Альбани Говорит И Плюс к этому Можно Прибавить Достоверные Хадисы Которые Пришли Разъясняя Пришли Разъясняя То что Во что Попали Те Которые Были До нас Из Иудеев И христиан То есть Во первых Этот хадис Невозможно Применить На Мусульман На Сегодняшних Мусульман Да Еще Есть Достоверные Хадисы В которых Есть разъяснения Того Что Мусульмане В которых Разъяснения То что Иудеи И христиане Разделятся Это во первых Во вторых То что Мусульмане Тоже Сами Разделятся То есть То есть В этих Хадисах Разъяснения Во что Попадут Мусульмане После Посланника Аллаха С. Из Разъяснения Разъяснения Хадисов В которых Говорится То что Мусульмане Разделятся Посланник Аллаха С. Али Вас Салям Говорит Ифтаркат Иль Яхуду Аля Ихдава Саба Разделились Иудеи На Семьдесят Одно Течение Ихристиане На Семьдесят Два Течения И разделится Моя Ума На Семьдесят Течение То есть Все Они В Адском Агне Субхан Аллах Каждый Мусульманин Который Услышит Этот Хадис Субхан Аллах Он Дорожать Должен Он Лалим Субхан Аллах Этот Хадис Один Из Угрожающих Хадисов Который Каждый Мусульманин Субхан Аллах Должен Богобоязненный Мусульманин Субхан Аллах Он Лалим Субхан Аллах Очень Сильно Задумается Это Как Минимум Вот Пророк, салли Аллаху алимуссалям, говорит, куллю хафинар илля вахида. То есть все они в огне, то есть все они в огне. Илля вахида, кроме одной. То есть представьте, субханаллах, не пополам, не большинство, не то, что спасутся. А наоборот, 72 течения попадут в адский огонь. 72. Илля вахида, кроме одной. Субханаллах. Каждый из нас должен задумываться. Являясь ли я среди той одной группы, которая спасется. Субханаллах. Куллю. Сказали, то есть соподвижники спросили. Манхияя Расулуллах. Кто она? То есть спавшаяся группа. О, посланник Аллаха. Куллахияльджамаа. Он сказал, это джамаа, то есть община. Далее, шейх Альбани Рахиму Аллах говорит. Хадихильджамаа. Вот это община, о которой сказал посланник Аллаха, салаллаху али-васалам. И это естественно, субханаллах. Когда ты приходишь и говоришь, хияльджамаа, то есть та группа, которая спасется, это джамаа, это община. А они говорят, надо джамааты, джамааты делать. Субханаллах, каждый из нас, каждый мусульманин знает, что первый, кто входит туда, это джамаа, это джамаа пророка, салаллаху али-васалам. Так или не так? То есть мы же убеждены, что пророк, салаллаху али-васалам, и соподвижники на истине. Так или не так? Да, так. То есть все это признаем мы. Значит, то есть та джамаа, о которой посланник Аллаха, салаллаху али-васалам, сказал, значит, это джамаа пророка, салаллаху али-васалам, и его соподвижников. И поэтому каждый, кто хочет быть среди этого джамаа, он должен обязательно придерживаться того, на чем был пророк, салаллаху али-васалам, и его соподвижники. Это во-первых. Во-вторых, в других версиях этого хадиса пришла версия, которая разъясняет это джамаа. То есть когда посланник Аллаха, салаллаху али-васалам, спросили, кто та группа, которая спасется, он сказал, Это та, которая будет придерживаться того, чего придерживаюсь сегодня я и мои соподвижники. Субханаллаху али-васалам, после этого каждый мусульманин, который услышит этот хадис и другие хадисы, побуждающие к тому, придерживаться того, на чем был пророк и его соподвижники. Как он может просто даже задумываться или колебаться, или еще что-нибудь. Он сразу же начнет изучать то, на чем был пророк, салаллаху али-васалям и его соподвижники, и придерживается этого. Потому что он знает, что это единственный, единственный путь, по которому, если он пройдет, по которому, если он будет идти, и если он пройдет, он спасется в судный день. Это единственный путь. А все другие пути, а их будет 72, они все попадут в адский огонь. Субханаллаху али-васалям, после этого мусульманин как не задумывается. Как он не боится, Субханаллаху али-васалям? А сколько мусульманин сейчас джагили? Во-первых, джагили не знают, то, на чем был пророк и его соподвижники. Во-вторых, Субханаллаху али-васалям слушает, кого попало. Обращается, к кому попало. И дальше, Хальбанин говорит, Это община, то есть, община, на которой, которая пришла в хадисе предыдущем. Это община посланника, то есть, пророк и его соподвижники. Она и есть, которая можно уверенно применять в предыдущих хадисах. То есть, не сойдется моя ума на заблуждение. То есть, Шальбанин имеет в виду, что джама'а, то есть, община пророка и его соподвижников, это единственная джама'а, на которую можно уверенно применить хадис, в котором посланник Аллаха, Салли Аллаху али-васаляму, сказал, не сойдется моя ума на заблуждение. И то, что имеется в виду под этим хадисом, то есть, под хадисом не сойдется моя ума на заблуждение, имеется в виду соподвижники. То, что имеется в виду под хадисом, не сойдется моя ума на заблуждение, под этим хадисом имеется в виду соподвижники, в отношении которых посланник Аллаха, Салли Аллаху али-васаляму, вынес решение то, что они и есть спасшаяся группа. И смотрите, шейх Альбани не остановился же, он говорит, да, что? «Ва манселя ка сабилахум, ва наханахвахум» и те, которые пошли по их пути и последовали за ними, то есть те, которые пойдут по пути пророка, Салли Аллаху али-васаляму, его соподвижников, и последуют за ними, они спасутся в судный день и являются спасшейся группой. «Ва манселя ка сабилахуму али-васаляму 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 али-васаляму, ва мин сулуке сабили гайра сабили хим фи кавлихи Аззава-джалла, ва ман юшаақи киррасула, мин баўдима табайяна лахун худа, ва яттаби гайра сабили муаминин, нуваллихима тавалла, ва нуслихи жаханнама васаат масыра». «Хауля и саляфу салих» «Эти праведные предшественники». А праведные предшественники кто у нас? Пророки и его соподвижники. И также в первом хадисе это «Кто еще? Табиины и таби-табиины». «Хумулладіна хадзарана раббуна» «Аззава-джалла» в фильм Кур'ан или «Карим» «Они есть те от противоречия которым предостерег нас наш Господь, «Аззава-джалла» в благодатном Кур'ане. «И также предостерег от следования не их путем». «Фи ковлихи Аззава-джалла» в своих словах «Аззава-джалла» «Ва ман юша-ки хир-расула» «Тот, кто противоречит, противодействует посланнику». После того, как стал ему ясен прямой путь «Ва ят-таби-гайра сабилин му'менин» «И последует не путем верующих». «Нуваллихи матавалла» «Мы возвратим его туда, откуда он возвратился, то есть к его заблуждению». «Ва нуслихи джаханнама и сажгами в адском огне» «Васаат масыра» «И как сквернет этот путь возвращения». Далее шейх Альбани говорит «Ана лафатту надара ихванина фи кафирин минал мунасабад и ла хикмати адфи Раббина Аззава-джалла» «Каулаху фи хадзи-ил-Ая» «Ва ят-таби-гайра сабилин му'менин аля муша-ка хатир Расуль» «Я обратил, я обращал внимание или я обратил внимание своих братьев во многих удобных, во многих случаях обратил их внимание на мудрость присоединение нашего Господа Аззава-джалла своих слов в этом аэте а именно слов «и последовал не путем верующих к противоречию посланника» то есть имеется в виду шейх Альбани когда приводил этот аэт он всегда обращал внимание тех, которые слушали ее на то, что Аллах Субхану Ва Та'аля к противоречию посланника Аллаха Сан-Алла Али Ва Салям присоединил слова «Ва ят-таби-гайра сабилин му'менин» то есть Аллах Субхану Ва Та'аля не сказал же «Ва ман юша-кихир Расуль мин ба'ди ма табайяна лаху лхуда ва нуваллихи ма табайяна лаху лхуда» то есть так не сказал он сказал «Ва ман юша-кихир Расуль мин ба'ди ма табайяна лаху лхуда» и потом присоединил Аллах Субхану Ва Та'аля и сказал «Ва ят-таби-гайра сабилин му'менин» то есть кто противоречит посланнику после того, как он узнал прямой путь то есть не остановился же Аллах Субхану Ва Та'аля наоборот он присоединил и сказал и последовал не путем верующих вот на это шейх Альбани постоянно обращал внимание и говорил «Обратите внимание на это» и объяснял мудрость этого и дальше шейх Альбани говорит «Маль хикмату ми далик» в чем мудрость этого то есть в чем мудрость после противоречия посланнику Саналану Иусальдам преследния отславаа «Во ят-таби гайра саби ламуменин» А в чем в там мудрость говорит шейх Альбани «Ма анн-а-а-а-да لو كانат бихаз вe хазе 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 хао хао его лау канат кама юате «Ваман юшакихьи расул мим бађде ма табиэн ла хау ла юта ну-л-л-э-и ма та-вэд-и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть если оно так было бы без слов И последует не путем верующих То есть без этих слов если было бы То она была бы достаточно в предостережении То есть предостережении Не противоречит посланнику Аллаха И порицание того Кто противоречит посланнику Аллаха И также было бы достаточно В том чтобы вынести решение В том что исход того Исход его То есть того кто противоречит посланнику Аллаха Исход его скверный Не был аят таким образом То есть не пришел аят таким образом И поистине она прибавила То есть слова Аллаха Пришли из словах Аллаха И поистине она присоединил Присоединил к этому Слова его То есть слова Аллаха И последовал не путем верующих Это забава То есть Аллах Присоединил к противоречию посланника Аллаха И последовал не путем верующих И шех Альбани говорит Что это забава Это просто так что ли И дальше шех Альбани говорит Слова Аллаха полностью исключены Забавой То есть в нем только мудрость Слова Аллаха только мудрость То есть Аллах Субханаху ва Тааля Не просто так Не спослал этот аят Не спослал именно со словами И последовал И последовал не путем верующих Далее Шех Альбани говорит Таким образом Какая цель Какая мудрость Что за мудрость В присоединение этого предложения И следовал не путем верующих Мудрость в словах имама Аш-Шафи'и где он привел этот аят как довод на Иджма то есть на то что Иджма это довод но Иджма чей ай то есть Манселека Гойра Сабилис Сахаба то есть Иджма на Иджма соподвижников и те кто последовали за ними дальше Хальбань говорит то есть объясняя слова и последований путем верующих то есть тот кто пошел не путем соподвижников которые являются непогрешимостью имеется ввиду то на чем были соподвижники является непогрешимость и защита от заблуждений в нашем предыдущем выражении и они и есть община то есть соподвижники есть община то есть они то есть соподвижники и есть Джамаа община в отношении которой посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Васалям засвидетельствовал то что они являются спавшейся группой и те которые последовали их путем то есть те которые последовали их путем тоже являются спавшейся группой они есть те не разрешается тому кто хочет спастись от наказания Аллаха в судный день противоречить их пути то есть соподвижники это те которым нельзя противоречить нельзя противоречить их пути тому кто хочет спастись от наказания Аллаха в судный день и поэтому сказал Всевышний тот кто противоречит посланнику противится ему после того как стал для него ясен прямой путь и последовал не путем верующих имеется ввиду и последовал не путем сподвижников мы обратим ему туда куда он обратился и будем сжечь его адским огнем в адском огне восстать от Масыра и как скей на него место пребывания таким образом на мусульман сегодня в конце времен обязательно знать две вещи во первых кто они то есть те мусульмане которые упомянуты в этом аяте имеется ввиду аят до конца аят ثумма маль хикмату фи анна Аллаха аззаваджелла арода биха ссахаба алладинаху муссаляфу ссалиху мансара сабилаху затем то есть вторая вещь какая мудрость в том что Аллах аззаваджелла имел ввиду под ними то есть под этими мусульманами аз ссахаба соподвижников алладинаху муссаляфу ссалих ва мансара сабилаху которые являются праведными предшественниками ва мансара сабилаху и те которые последовали их путем ва кацаба кабаяну джаваби гадас ссуали ау гадихин хикма уже предшествовал предшествовало разъяснение ответа на этот вопрос или на эту мудрость и в конце если можно что сказать то что во первых под мусульманами или под верующими вы понимаете имеется ввиду соподвижники соподвижники и мудрость то что потому что когда этот аят был неспослан когда аят этот был неспослан кто был верующим на всей земле на всей земле считались верующим только пророк и его соподвижники поэтому ваят таби гайра сабили муменин и последовало не путем верующих имеется ввиду там соподвижники в этом нету сомнений и поэтому субханалла далее то что мудрость в том что Аллах субханалла упомянул соподвижников в том что тот который последует за соподвижниками он попадет в рай потому что тот который не последует за по пути соподвижников Аллах субханалла что сказал он услигий джаганнам и мы будем его сжигать в адском огне и значит от этого следует тот который будет следовать за посланником Аллаха саллилалла алейхи ва саллим именно путем по которому прошли соподвижники он будет в раю он будет в раю вот в чем мудрость упоминания соподвижников в этом аете вахулясату далика аннассахаба тукану кариба ахадин биталяки лохи гаддан тариян минфа миннаби саллилалла алиуасалям ауалян вахуля вахулясату далика и краткое изложение этого то есть того что было сказано выше то что соподвижники были близки ко времени принятия откровения то есть ко времени не спасла ни откровения гаддан тариян минфа миннаби саллилалла алиуасалям то есть имеется ввиду если дословно перевести то что свежим из уст посланника Аллаха саллилалла алиуасалям то есть напрямую то есть имеется ввиду то есть соподвижники они жили во времена из послания откровения и воспринимали его напрямую суст посланника Аллаха саллилалла алиуасалям ауэлен то есть это во первых сумма шагаду набияхум саллилалла алихи ва алихи ва саллим аллади аша байна загранайхим ютаббик куль ахкама аль мансусата алейха фил куран затем они то есть соподвижники видели своего пророка саллилалла алиуасалям который жил среди них они видели как он практикует то есть на практике показывает практикует те постановления на которые указан куран на которые указано в куране ва ладиджа азикру кафирин минха фи аквали алейхи саллилалла ассалям упоминания которых упоминания на многие упоминания на многие из них то есть из этих постановлений пришло упоминание в его словах алейхи саляту ассалям то есть пришло в сунне байна алейхи алейхи саляту алейхи саляту ассалям минху мубашир то есть у них не было этого достоинства достоинства слышит куран и хадисы посланника Аллаха саллилалла алим и видели как он практикует куран и сунну на деле суммалям якун лагум фаддули иттиляи аля татбик ир расули алейхи саляту ассалям алейхи саляту алейхи саляту ассалям алейхи саляту а затем у них то есть у поколений которые пришли после после соподвижников у них не было достоинства осведомиться не было у них то есть у поздних вот этих поколений которые у поколений которые пришли после соподвижников не было у них достоинства осведомления или ознакомления практикой посланника Аллаха саляту алим и саляту которым он практиковал контексты Кур'ана и Сунны татбиканамалиян то есть практическим применением то есть у них не было достоинства во-первых напрямую слушать слышать Кур'ан и хадисы пророка саляту алим напрямую с уст посланника Аллаха саляту алим и также у них не было достоинства то что они не видели как посланник Аллаха саляту алим практикует Кур'ан и Сунну поэтому это очень большая разница между соподвижниками и другими поколениями сообщениями сообщения не как наблюдения то есть имеется ввиду не сравнится когда человек видит и когда ему сообщают этот хадис приводит имам Ахмад и хадис достоверный ахмад 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 и тот кто видит он и не является тот кто видит как тот кто слышит и это известно как у нас говорят говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать поэтому видим тот кто увидит это лучше чем если ему сообщат это известно и на это есть указание сунни то есть не является сообщение как наблюдение то что наблюдение оно более точнее чем сообщение и таким образом те которые не присутствовали во времена посланника Аллаха не являются как его соподвижники которые видели и слышали от него слова напрямую и видели от него практическое применение то есть практическое применение Курана и Суммы то есть они во первых слышали от него напрямую Куран и Сумну и также сразу же видели практическое применение посланникам Аллаха саллилла и Суммы и поэтому естественно что те поколения которые пришли после соподвижников они никак никогда не сравняются с соподвижниками потому что соподвижники это видели видели воочию как практиковал посланник Аллаха саллилла и Суммы и он их воспитывал и показывал как практиковать каждый аят каждый хадис и воспитывал соподвижников посланник Аллаха своих соподвижников конечно же это несравнимые вещи сегодня существует современное слово то есть имеется ввиду ее говорят современники на бага биха бааду дуат и лислямия выступает выступает ею некоторые исламские призывающие и она то есть вот это слово очень красивое слово но более красиво чтобы мы сделали из нее то есть из этого слова непроложенную истину то есть сделали из нее действительность реальность чтобы мы ее практиковали это слово говорят на своих лекциях своих наставлениях на заданиях наставлениях поистине обязательно чтобы мы сделали ислам реальной действительностью который идет на земле то есть имеется ввиду чтобы мы практиковали ислам красивое слово то есть если вот так говорят это красивое слово практиковать ислам но если мы не понимаем ислам в соответствии с пониманием праведных предшественников как мы говорим мы не сможем проводить в жизни или реализовать эти красивые поэтические слова чтобы мы сделали ислам действительной неприложенной истиной реальной истиной который будет идти по земле то есть имеется ввиду чтобы мы сделали ислам реальным действительным чтобы поступали по исламу действовали по исламу вот так то есть если мы не будем понимать ислам в соответствии с пониманием праведных предшественников то мы не сможем практиковать ислам вот что имеет ввиду шихальбани те которые смогли это сделать это сподвижники посланника алейхиссалату ассалям из-за двух упомянутых сейчас причинах слышали слова от него напрямую то есть Куран и Сунну и поняли его лучшим пониманием затем существуют вещи которые нуждаются в практическом разъяснении то есть на делах и они видели посланника Аллаха который разъяснял им это на деле поступками и я приведу вам очень ясно пример Например, هناك آيات في القرآن الكريم لا يمكن للمسلم أن يفهمها إلا إذا كان عارفا للسنة التي تبين القرآن الكريم كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من نزل إليهم существует آياته благодарة القرآنه невозможно مسلمانين понять их кроме как если он будет кроме как если он будет знать سنة которая разъясняет благодатный قرآن كما قال عز وجل كما قال عز وجل он, то есть Аллах عز وجل وأنزلنا إليك الذكر и мы не спасли тебе الذكر то есть قرآن لتبين لن ناسي من نزل إليهم чтобы ты разъяснил людям то что было им неспослано مثلا например قوله تعالى слова سنة وَسَّارِقُوا وَسَّارِقَتُوا فَقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا и воровки отрубите их руки الآن هَتُوا سِبَوَيْهُ هَذَا الزَّمَانُ فِنْدُوْغَةِ الْعَرَوِيَةِ فَلْيُّ فَسِّرُوَنَا لَنَا هَذِهِ الْعَيْدِيَهِ الْعَيْدِيَةِ الْكَرِيمَ и вот Шейхальбани говорит вот сейчас дайте мне Сибавейха этого времени то есть имеется ввиду человека который знает арабский язык на уровне имама Сибавейха فَلْيُّ فَسِّرْ لَنَا هَذِ الْعَيْدِيَ الْعَيْدِيَةِ الْكَرِيمَ чтобы он объяснил нам этот благодатный аэт وَسَّارِقُمَنْهُ и вор кто он то есть со стороны арабского языка он не сможет нам дать определение вора определенное определение вора за которое надо что делать отрубать руку وَلْيَادُ مَهْيَةِ рука магия какая она то есть не сможет Сибавейх этого времени последнего времени не сможет нам дать не сможет дать ответ на эти два вопроса МАНГУАСАРИК أَلَّذِي يَسْتَحِقُوا когда он становится вором которому отрубают руку а когда нет вот это имеется в виду وَمَهْيَةِ يَسْتَحِقُوا يَسْتَحِقُوا и что за рука которую следует отрубить в отношении этого вора АЛЛЛУГА арабский язык АССАРИКУ ВОР ЛАУСАРИКА БАЙДАТАНФАГУАСАРИК если он украдет яйцо то он вор то есть со стороны арабского языка каждый кто-то что-то ворует он является вором ВОЛЬЯДУ ФИХА ХИЯ ХАДИХИ рука вот она ЛАУКУТИАТ ХУНА АУ ХУНА АУ ФИЭЙМАКАНИН ФАХИЯ ДУН если ее отрубят здесь или здесь или здесь или в любом месте то есть на руке то она ед то есть ШИХАЛЬВАЙНО себе показывает имеют в виду например если вот здесь вот здесь вот здесь или вот здесь или вот здесь или вот здесь отрубить то это будет рука то есть со стороны арабского языка рука у нас что начиная с кистей до плеча и в любом месте если отрезать это будет рука будет отрезана рука Но ответ мы получаем тогда, когда вспоминаем предыдущий аэт И мы не спослали тебе напоминание, то есть Кур'ан Чтобы ты разъяснял людям то, что было неспослано им И как мы уже до этого отвечали на вопросы, то что Зикар туда тоже входит в Сунна Дальше Шех Альбани говорит То есть ответ в разъяснении Имеется, существует разъяснение от посланника Аллаха Кур'ану Это разъяснение практически применил его посланник Аллаха На деле в отношении этого аята Как пример И в отношении других аятов И как их много Леоанман кара в «ИЛЫМ ОСУЛ» Он писал в «ИЛЫМ ОСУЛ» идет к flavour «И也 confirmation и денег przeеров и мокийд и насел и насел и ihan Атху Потому что тот, кто читает То, что существует, то, что есть Общий аят или общий хадис Обобщенные слова, общие слова, краткие слова Входит в них десятки текстов Если не сотни текстов То есть общие контексты Обобщенные контексты Обусловнила их сунна Я не хочу затягивать в отношении этого Так, чтобы мы смогли ответить на остальные вопросы И вот здесь слова шейх Альбани Заканчиваются И, субханаллах, после этого разъяснения Разъяснения этого имама Не остается Всякому мусульману ничего Кроме как быть саляфитом Потому что саляфи Это то, на чем были Праведные пришественники А это пророк И его соподвижники Потом Табиины Таби-Табиины А то, на чем был пророк Саля-Ллаху И его соподвижники Нету никаких сомнений Что они были на истине И тот, кто будет придерживаться саляфии Он будет придерживаться истины И саля-Ллаху Аля Мухаммадин Аля Алихи Асхаби Амин Табиин Амин Табиин Амин Табиин